Игорь, мы с твоей женой познакомимся. Игорь, мы с твоей женой тут познакомимся. Очень симпатичный женщин. Спасибо, что нашел маленькое уважнение. Есть замечательный авторасполнитель. Военных в Афганской пресс-мчастерстве. Ильтер Верстаков. Многие его знают. Я просто хочу сказать, что у него будет здесь 23 апреля концерт. Билеты продаются прямо уже сейчас. А 28 апреля... Майя. Очень хочу. Как получится. 28 я вас приглашаю опять на свой авторский вечер. приурочный ко дню пограничника. И все равно у меня получится все на 5 до конца. Чего бы хотелось перед ним. Получается. 28 мая. Здесь же? На день в Аграр-возгольск. Думается, что Аграр-возгольск. Я вас приглашаю сюда. Но будет в новом зале. Вот в том. Вот. Вот. Недавно в Аграр-возгольске организаторе вызывает деревню с романтическим названием «Берюльки», как говорит, в Аграр-возгольской губернии, где он в Старом доме пишет песни, новые книги. Он был раньше на сверху в Афганистане. Восемь заездов. Песни. Вся история Афганистана и всех страданий нашей армии, начиная с 17-го года и даже раньше. Вот эта песня. У него в Великой Нож, замечательные песни. Просто он долгое время как скрывался, как секретный очень человек. Спецкор военный, он же развлечек. Где-то правду-то была такая, где-то там военные революции. Ездил в Афганистан без конца, он участвовал в боевых операциях. Так что, самая сложная выдачащая оттуда была. Но раз наши руководители договорились, я очень рад. 23 апреля всех еще раз приглашаю туда. Так, дальше продолжаем. Значит, это песни, как я и обещал, сначала о том, что было при нашем пребывании там. Мы год пробыли, как диверсионно-разведственная группа, прятались. Почему об этой форме? Вот мне Анатолий, замечательный наш друг, он подарил эту форму. Где-то на каком складе? Нашел советского образца, форму спецназа. И этой форме у нас в Афганистане такой мы не носили. Одевались то в чем, только мы же не заподозрили нас тем, кто мы являлись на самом деле, прикидывались там с этим. И потихоньку, как положено, молча делали бы работу, старались не расшифроваться. Но зато после Афганистана вот таких форм, каждый из нас за три года по три-четыре с меня, сведенные фото, вышли солнцем. Это все по Подмосковью, и дальних там всех учений где-то полгода, и максимально подбежали. Так что я сегодня с гордостью надеваю эту форму спецназа, вымпила того старого имперского вымпила, которое в Афганистане, и из Афганистана было организовано, которое существует и сейчас, но у него сейчас другие задачи. А я сейчас песня... Я поменял листы, у тебя с первой песни должно было быть. А те, которые не дают просто... А, да, 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 все было. Так, это еще из серии письма с Афгана. Я маленько немножко расскажу про эту историю, значит. Ну, все мы там в Афганистане, кто привез с собой, привозили с собой фотографии жен, детей, да. А я как-то вот, плохая вреда примента, там, оставлять фотографии, как-то уезжать, я нет. А потом на всех понасмотрелся, ну, ничего не было. И написал жене, чтобы она мне фотографии прислала. И, значит, на этой фотографии какой-то фотограф, не знаю как, они все получились рыжие, как морковка, все вот. Хотя у меня вот все такие вот. И вот на этой фотографии контрастные рыжие, и дети им было там лет по пять, что ли, в общем-то. И там головки русы, на фотографии были рыжие, и вот они увесели, примерно там. Это письмо. Ну, номер два или три. Ну, не важно, одно из писем. Еще у нас боевые друзья были. У нашего «Каскад-4», он, который комиссар знает, говорит, лучшие друзья у нас были, друзья, которые назывались обвинты, с гордостью. И эта группа специального назначения МВД СССР занимались тем же делом, что и мы, про борьбу над бандитизмом, все такое прочее. Значит, лучшей, надежной друзей не было, и мы с ними жили мирно. Хотя вот с нашими представителями, которые все что-то одеялно все тянули, все что-то хотели, все все корчили, очень плохие отношения были. С теми же сами чекистами, но которые думали, что они тут главные, и так могут командовать. Вот эта песня упоминания о нем, но не вам, в общем, песня. Желтой пылью наши окна запорошены, Третий день авганец бродит по горам, Я письмо тебе пишу, моя хорошая, Из провинции далекой Бадагша, Мне проет, поет про горы Грусть магнитофонная, А вокруг столпились горы наяву. И живу я здесь засадами, колоннами, Да еще твоими письмами живу, Где отмечено, Вот ставили, вкоранили, Для чего живет на свете человек. Здесь сошлись два века В противостоянии, Век двадцатый и четырнадцатый век, Здесь не верю ни в Аллаха, Ни в Иисусы я, Десять заповедей душу не томят. Вся религия моя, головки русые, Сыровечь, что с фотографией глядят. Ни к чему, здесь новомодные традиции, Все указы здесь не значат ни черта. Пью я водку с подполковником милиции, От милиции московской нечета. Пью за дружбу, боевую настоящую, Пью за то, что он не смотрит свысока, Что меня он, не ходячего, не зрячего, Пять часов тащил по скалам до полка. Может быть, мои сумбурные каракули Разбирать ты будешь слезы не тая, Только сделай так, родная, чтоб не плакали, Письма папины читая сыновьям. Только верь и по законам человечности Будет встреча, будет новая весна. Ты моя к мне, затерявшемуся в вечности, По призванию офицерская жена. Ты моя к мне, затерявшемуся в вечности, По призванию офицерская жена. Желтой пылью наши окна запорожены, Третий день афганец бродит по горам. Я письмо тебе пишу, моя хорошая, Из провинции Афганский Бадакшан. Я письмо тебе пишу, моя хорошая, Из провинции Афганский Бадакшан. Потому что у нас тоже есть Бадакшан. Еще одно письмо, что да, все письма. Жив и здоров, не контужен, не ранен, А в остальном догадайся сама. В Афганистане, в Афганистане Жизнь не уместится, в строчке письма В Афганистане, в Афганистане Жизнь не уместится, в строчке письма Ты не прочтёшь в популярном романе, Как проверяются судьбы в бою в Афганистане. В Афганистане время историю пишет свою. В Афганистане время историю пишет свою. Даже на самом широком экране не показать, что такое война. В Афганистане правда оплачена нами, сполна. В Афганистане правда оплачена нами, сполна. В Балхе, в Герате, в Газни, в Бадахшане, В скалах Саланга, в песках Чардары. В Афганистане время не выветрит наши следы. В Афганистане, в Афганистане время не выветрит наши следы. Помните, ждет, не клятись на Коране. Знаю, не веришь ты в эту муру. В Афганистане, в Афганистане белое солнце встает поутру. В Афганистане, в Афганистане белое солнце встает поутру. Все, чем занимался четвертый каскад, секретный, несекретный, диверсионный, все так или иначе вписывалось в план пребывания советских войск в провинции Бадакшан. Это наши друзья из 860-го отдельного пострелкового полка. Это вертолетчики нашей родной эскадрильи Файзабадской, это много, и советники даже, там даже раздолбай какие-нибудь, тоже наши друзья, советские. Чего я пытался всем доказать, мы тут маленькая советская кучка, и чего мы тут делим, и понятно чего. Вот нас поделят, придут, и голочь потрезает, вот тогда будет трагедия, а тут чего мы тут. Ну, в общем-то, потом все помирились, как мы съехали, там начались нападения на автомобиле наши. Пошли жертвы, но не важно. Значит, там была, и сейчас есть, я точно знаю, никто ее не снес, скала под названием Сангимур. Переводится этот Сангимур как скала Орлов. Это над речкой Корча, каменистой горной речкой, возвышается метров, наверное, на 20-30, возвышается скала, в которой сделала площадка, грот, там каменный столик стоит. Говорят по преданию мест, что там с этой самой площадкой, с этой самой скалы, вот в мутную Корчу, шахи Афганистана сбрасывали неверных журн в эту кочку, в Корчу. Мы сбрасывали туда малые саперные удочки и большие, это гранаты, и привязаны к ней тротиловой шашкой. А БТР загоняли в рельм, смотрят все с этой площадки, а солдаты метров 100 ставили БТР, и все с ним вылавливали на мутной воде рыбку-маринку, и вся рыба какая всплывет от нашего этого разумного, доброго и светлого, что мы туда бросали вот эту речку. Ну, есть-то хотелось, не консервов, а чего-нибудь такого, рыбка, например. Маринка, она ядовитая, ее могли только афганцы делать правильно, там, жарить. Но наш повар доблестный как-то варил ее, ничего не отравились пока. Но вот так добывали себе пропитание иногда, чтобы как-то посвастить эту жизнь такую. Значит, скала Сангимор. Слава Богу, наш отряд не потерял никого, ну, мы не как-то царят или чего-то у кого-то. Но вот скала Сангимор, это про песню, про весь наш подракшинский ограниченный контингент, включая всех, и военных разведчиков, и наших разведчиков, и милицию, и всех-всех. Вот, потому что вовсе, вовсе потери были значительные у всех, у наших маленьких контингентов провинции Бадахша. Скала Сангимор. Я пою, забыл я первую мелодию, лучше всех, на мой взгляд, или мы тогда с ним сотрудничали, как-то в этом. Сергей Куднецов написал его, и его то, что он написал, это мне нравится больше всего, я спою это. Хотя поклялся только свою петь, но больно, здорово, сделал музыку. Гонит ветер листву, как листки партитур. Горы замерли в траурном марше. Мы безмолвно стоим на скале Сангимор. Уцелевшие, чествуем павших. Мы безмолвно стоим на скале Сангимор. Уцелевшие, чествуем павших. Над скалой и Сангимор разгулялись ветра. У подножия бесится речка. Нас двенадцать из рейда вернулось вчера. А троих приняла к себе вечность. Нас тринадцать из рейда вернулось вчера. А троих приняла к себе вечность. Разум скинулись к небу стволы АКС. Трое кратно откликнулось эхо. И ушел в облака смертоносный свинец, Предназначенный для человека. И ушел в облака смертоносный свинец, Предназначенный для человека. Ни вершителей зла, Ни ловцы синегур. Мы твои, одиссеи, отчизна. На скале Сангимор, На скале Сангимор, Наша горькая гордая тризна. Кто сказал, что Восток вековечен и мудр? Здесь хранилище истинной веры. На скале Сангимор, На скале Сангимор, Только камень шершавый и серый. На скале Сангимор, На скале Сангимор, Только камень шершавый и серый. Пятнадцать человек. Пятнадцать человек. В этой песне интересная история. Скрипает, Серж, я сейчас ее спою. Ну, там, не буду даваться, Услышал ее исполнение Тут в том же самом Заразе, Четыре слова. Мне стало жалко, Что я это вообще написал, продолжение. Но не важно. Мои первые варианты, значит. Пятнадцать человек. Нас много или мало. Узнаем погодя, Когда начнется бой. Шагай, солдат, шагай, Пока заря не встала, Пока качает ночь Звезду над головой. Шагай, солдат, шагай, Пока заря не встала, Пока качает ночь Звезду над головой. Город так был приказ, Куда еще короче. Нам топать предстоит, Почти что в Пакистан, И выйдя на рубеж, К исходу этой ночи С налета захватить Оружь с оружием караван. Поклялся комполка, Что будут нам награды. И тем, кто не дошел, И тем, кто уцелел, А сам полиц сказал, Я верю вам, ребята, Но почему-то сам Идти не захотел. И вот четвертый час Утюжим эти скалы, Полночи позади, И главное успеть. А где-то там вдали, За синим перевалом, Полсотни басмачей, Торопятся на смерть. А они заплатят нам За выжженные школы, За слезы матерей, Расстрелянный кишлак. Шагай, солдат, шагай, У них настрой веселый, А мы им поутру Сыграем отходняк. Шагай, солдат, шагай, У них настрой веселый, А мы им поутру Сыграем отходняк. Пятнадцать человек, Нас многое не вели мало, Узнаем погодя, Когда начнется бой. Шагай, солдат, шагай, Пока заря не встала, Пока качает ночь Звезду над головой. Шагай, солдат, шагай, Пока заря не встала, Пока качает ночь звезду над головой. Это продолжает, напишет нам в девяностых годах. Закончилась война, да здравствует гражданка, Героем всех времен кого-то назовут, А ты, солдат, опять крути свою баранку И жди, когда тебя на бойню призовут. А те, что за тебя судили и редили, Что за твоей спиной разводят, Заваливал страну, объявят нам тебя, Напрасно не добили, Так вот тебе приказ на новую войну. И снова, как тогда, полезем мы по скалам, И снова, как тогда, попробуем успеть, А бывший комполка получит генерала, А красный замполит успеет побелеть. Пятнадцать человек, нас много или мало, Узнаем, погодя, когда начнется бой, Шагай, солдат, шагай, Пока заря не встала, И радуйся, что ты пока еще живой. Вот это тоже письмо изряд писем. Она была записана в 87-м году, Я забыл там, как она пелась, На студии «Мелодия», На пластинку, которая есть, на виниле, Называлась «Когда против солдата», Было четыре винила, это нас. Когда солнце со скалы зайдет, В этой дальней чужой стороне, Мне гитара опять запою О далеких друзьях о тебе. Мне гитара опять запою О далеких друзьях о тебе. Наш еще не зажегся рассвет, Нам с тобою пока суждены Расставание на тысячи лет И свидание в антрактах войны Пусть за нами плетётся беда Ты не веришь, что спасения нет? Ты же помнишь, трамвай всегда Отрывал я счастливый билет Ты же помнишь, трамвай всегда Отрывал я счастливый билет Я по огненным тропам хожу, Жгу подошвы своих сапогов. Сколько песен еще напишу, И друзей обрету, и врагов. Сколько песен еще напишу, И друзей обрету, и врагов. Что же к песне добавить еще? И если б кончилось все наконец, Я б, конечно, тогда предпочел Гриф, гитары, целью, АКС, Я б, конечно, тогда предпочел Гриф, гитары, целью, АКС, Но опять выполняю приказ, Мы шагаем навстречу судьбе, До свидания, я в следующий раз Да пою эту песню тебе, До свидания, я в следующий раз Да пою эту песню тебе. Большое спасибо. Сейчас вот соберусь дома споить песню, которую написал, записанную, Жена моя ее не любит. Я сам не очень написал, и как бы сам себе ее спел, И тоже настал чего-то. Но тем не менее, сейчас вот соберусь. Да, там главное все остальное, так получилось, никто это Прошел. А я забыл поздравить, дорогие наши женщины, с праздником, Единственным хорошим праздником, который остался вот у нас В России, это 8 марта. Хотя кому повезло, с женами, у того праздник, по идее, Каждый день, 3,65 дней в году. А я-то, поскольку у меня одна жена, я всех, с женщин других, Жан, не жен, поздравляю здесь с славным праздником, Замечательным. Ну хотя бы на том самом основании, что нас все женщины родили, Вообще всех, и мужчин в частности. И мы им должны быть благодарны всегда, и любить всегда, Всех, а не только один раз в году. Ну, значит, ну это-то я так думаю. Глубокая уверенность, как русского офицера, что во всем Совершенно формируешь, во всем, так и здорово. Так что, счастья вам желаю. Я живу на свете очень много лет, в общем-то, достаточно много, И до сих пор не знаю, что такое память и счастье, Но все радуются, наверное, вы знаете, наверное, великая тайна, Нам туда не положено, но я вам этого желаю, Чтобы у нас всегда было, всю вашу жизнь. Не путать, а то мне что-нибудь напомещать этому, мужики. Я не нас имею в виду, совсем. Я не что-нибудь непонятное, но и недоступное. Значит, песня, следующая, тяжелая песня. Значит, я горжусь тем, что я единственный, Кто написал песню, посвященную афганской женщине. Единственный. Прям персонально, по имени Махтуба, как ее звали, Это женщина, девчонка, по сути. Я написал ее тогда, когда меня попросили. Я вернулся со второй поездки в Афганистан в 88-м году, Уже со спецзанами ездил. И мой хороший друг, полковник, тоже афганец, Он говорит, ну что тут нам плюют все в спину, Все стреляют, потому что в журнале «Огоньки» вышло, Там Боровик написал, короче, что мы предатели все, И вот чем-то дело неизвестно. И этот, вот это я всегда говорю честно, К сожалению, этот случай произошел мне со мной. Эта романтическая история произошла мне со мной. Значит, это другим. Но разница есть, потому что такие случаи имеют место быть в Афганистане. Что удивительно, да? Страна, которая нас ненавидела, Все, кроме женщин. Я так думаю, что только израильские команды беспощадные, Даже страшней, чем наш женский батальон, Который Зинь защищал. Кто-то никого не убивал, Кто-то сделал, снялся и ушел. А все георгические кавалеры были. Женщины не могут уничтожить то, Чему они дали жизнь. Если только специально не опущены. Вот поэтому Такая песня. И нам второе. Мах-ту-ба. Звали женщину ту, Мах-ту-ба. Так, да не женщина, Просто девчонка, Как тростинка тонка и слаба. Ты тащила меня по воронкам, А потом, разорвав паранжу, Пинтовала горячей вираной В кишлаке под названием Анжу. На колонном пути под Ахшану. Мах-ту-ба. Словно ветер на склонах поет. Мах-ту-ба. Не нужны мне три года в зачет. Я пошел в ту атаку опять, Только время не движется вспять. Помню, родичи, стайку твоих, К небу тянущих смуглые руки. Ты сказала одно, шурави. И они отшатнулись в испуге, А потом полевой медсанбат И врачей утомленные лица. Я хрипел им, где мой автомат, А он не скоро теперь пригодится. Да не нервничай, все при тебе. Тут какая-то фея из сада Принесла поутру к КПП, Пистолет, автомат и гранаты. Мах-ту-ба. Словно ветер на склонах поет. Мах-ту-ба. Не нужны мне три года в зачет. Я пошел в ту атаку опять, Только время не движется вспять. Вот и все, я вернулся домой, Затянулись военные раны, Только как-то связалась с судьбой Та девчонка из Афганистана. Я не помню почти ее глаз, Что запомнишь в бредовом тумане. Может, кто-то другой меня спас, А может, вычитал в старом романе. Только ветер поет, мах-ту-ба, И куда-то зовет, мах-ту-ба. Я пошел в ту атаку опять, Только время не движется вспять. Мах-ту-ба. Словно ветер на склонах поет. Мах-ту-ба. Не нужны мне три года в зачет. Я пошел в ту атаку опять, Только время не движется вспять. Год за три, потому что у нас, Время на войне, у нас считалось время на войне год за три, И год за два к званию, и год за три к выставке. Потом все похерили, там, после 91-го года. Просто получаем для того, что было, Сколько дадут. А тут, ушла на 90 стран мира, Через московское радио, Записывала эту песню. Вот с ангиной, ну, попросил товарищ, Старый добрый, Чего же мы все афганцев бросаем, Просто уходим, еще воплевываемый снег, Вот там. А я знал, я после первой, Третьей, четвертой, Второй, третьей комбировки, Знал, что там были, И есть люди, которые нас очень и очень Просто любили по-братски. Из-за числа афганцев, настоящих афганцев, Не нас, потому что Командир полка афганского, Женат был на русском, Попросил, вот такой набор парфюмерный. Говорит, вы уходите, меня убьют, Ты мои передай, там, ребенок. Я ездил на университет, Верном, что я подразил все это, И многие так были. Так что мы предали того, Кого приручили. Вот что делать нельзя, За что и платим степель, Пребывание, черти кого, Вы не станете, кроме нас. Ну, вот и такой автоприн американский. Дальше. Так. И вообще-то, Что расскажешь о Востоке, Лучше спеть. Сейчас спою. Что расскажешь о Востоке? Непривычная страна, Там-то всем другие боги И другие имена. Там горянки величавые И пугливые, как стрижи, Но глаза шлидят лукаво Через сетку парамжи. То здесь, то горы, То пустынь, Регистан, Мчатся бронят транспортеры, И скопуловчик чаран. Там одна сплошная суша, Не бывает жарче суш, Но с вершины гендугуша Виден только гендугуш. Там народ неторопливый, И почитающий Коран, Где написано красиво О законах мусульман. Там землей латают крыши, Там стреляют по ночам, Там предложат вам гашиши, Предприимчивый бочер. Там экзотики навалом, Экзотичнее не найти, Там стреляют из дувалов Вдоль колонного пути. Ты что расскажешь о Востоке? Непривычная страна, Там совсем другие боги И другие... Я потихонечку покажу Твою самую страшную песню. По Востоку. По Востоку, по Востоку, К нему тянется дорога, Будаясь в бархатах, Солдках и горах. По Востоку, по Востоку, Заложите души Богу И в патронник загоните Весь свой страх. За спиной РД тяжелый Ты терпеть не мог со школы, Если что-то давит на плечо. Это было все когда-то, Здесь не мальчики, солдаты, Здесь год за три Пишутся в зачет. По Востоку, по Востоку, Перекурим, брат Серега, До атаки остается пять минут. Небо высветит ракета, Чья-то песня будет спета, А кого-то в цинках вывезут. Караван из Пакистана, Банда духов из Баглана, Пища автомату твоему. На гражданке ты был смелым, Здесь тебя проверят делом, Объясняют, что как и почему. По Востоку, по Востоку, Где ж ты, Ленка, не дотрогая, Помнишь, как тебя я с танцев провожал, Целовались до рассвета, Ладно, стоит ли об этом, Все решит, последний перевал, Что ты герой, а пулятура, Это все литература, Это все гражданское мурра. Из далекого герата Передай привет ребятам Нашего московского двора. Из далекого герата Передай привет ребятам Нашего московского двора. Прости, что я не добежал до вражеского зота За сто шагов в прицел попал чужого пулемета Прости за то, что в том бою не думал о тебе В чужой стране, в чужом краю, на выжженной земле Я жизнь любил, как никогда, в походах ли, в атаках Моя звезда, твоя беда, поправка к зодиаку Прости за лучшие года, возможные с другим Прости за то, что никогда никто не повторим А тот студент, соперник мой, очкарик книгачей Прости его, что он живой, а я уже ничей Не доискаться до причин и смысла бытия Прости, что первенец твой зим похож не на меня Когда придут мои друзья, покаяться за брата Прости их, нежные мои, они не виноваты Что не спасли, не сберегли, поверь, не их вина Они свершили, что могли, наверх взяла война В одной шеренге, с ними я, под пулями душма Ходил в атаке за тебя в стране Афганистан И свято верил в тот народ, который защищал Прости мне, вражий пулемет, и что не добежал Прости мне, вражий пулемет, и что не добежал Вот песня, которую я написал и написал И мелодию писал, и где-то в 80-е, в конце 80-е Пел иногда, пока замечательный друг самого глянется Полковник Борелев, Олег Иванович И говорит, что ты делаешь, где-то там, это же замечательный Самый песня, я говорю, да, 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 там много, хорош батальон разведки Он говорит, нет, выставляйся И в 88-м году «Майские звезды» был фестиваль И эту песню я там, если я дюжда, получил Денежную премию, 150 рублей, и знак почетный После выступления ансамбля «Каскад» Халилович, который пел «Мою же мы уходим» не то, что он говорит А я спел эту песню И потом распис сам, и как бы мне смогу, ну и понравилось Черни скелеты Ну вот сейчас я спалю Сугубо мирной песней, наверное, да, абсолютно О необычайном природном явлении Необычайном в горах там, вот там, таких нет Снег и одожди, чтоб програднее, как-то, таких не бывает А тут рук Дождь идет, гора Халгана Это странно, очень странно Мы давно уже отвыкли, отопили воды И дождю, подставив лица, все пытаются отмыться От жары, столетней пыли, серой пыли и беды И дождю, подставив лица, все пытаются отмыться От жары, столетней пыли, серой пыли и беды Дождь идет в горах Афгана На колонны караваны Словно суры из карана Стручки тянутся с небес Дождь стучит по горным склонам По машинам, по погонам И шипит на раскаленном Утомленном АКС Дождь стучит по горным склонам По машинам, по погонам И шипит на раскаленном Утомленном АКС Дождь идет в горах Афгана По забытой желанной память светлая о доме, дальнем доме и вечне. И отплясываю трияна, два безусых капитана, два танкиста из Баглана на золотанной броне. И отплясываю трияна, два безусых капитана, два танкиста из Баглана на золотанной броне. Дождь идёт в горах Абагана Пересохшим речком манна Он, конечно, он, конечно Нероссийский и неродной Местный бог от взрывов злея Из созвездия водолея На войну обрушил дождик Этот дождик проливной Местный бог от взрывов злея Из созвездия водолея На войну обрушил дождик Этот дождик проливной Дождь идёт в горах Абагана Дождь идёт в горах Абагана Дождь идёт в горах Абагана Это странно, очень странно Дождь идёт в горах Абагана Значит, это называется песня Пули, она как бы все вместе в комплекте, не одна вторая, сначала стихи. Кто песню Пули слышал хоть бы раз, поймет, спросите каждого из них, что в мире нет прекраснее напевок, когда она сторонкой пролетела. Свою ты не услышишь никогда, бесшумно, как подущая звезда с последним ощущением тревоги, она тебя отыщет среди многих. А потому под пульми не гнезь, не сохранишь таким маневром жизнь, а просто надо двигаться вперед, замкнуть ряды, и кто-нибудь дойдет. Такая философия войны, и песни, что войной рождены, прекрасны и страшны не потому ли, что главная тема песни Пули. Вот, послушайте песню Пули. Песню Пули Песню Пули На рикошете от земли, пули прыгают в пыли, вон фонтанчики к кому-то потянулись. Не долет ли перелет, но кто-то жизнью оборвет песню Пули. Песню Пули Не долет ли перелет, но кто-то жизнью оборвет песню Пули. Песню Пули Было дело, бой гремел, каждый честен был и смел, да мы не дрогнули, вспять не повернули. Ни за деньги, ни за страх, вот и слышим мы во снах песню Пули. Песню Пули Песню Пули Вредит песнями земля От ручья до соловья Композиторы в идеях просто утонули. Но однажды вышла друг нам почувствовать на слух песню Пули. Песню Пули Но однажды вышла друг нам почувствовать на слух песню Пули. Песню Пули Песня Пули Песня Пули Песня Пули Дорогой город, там, можно сказать, вторая родина или третья. У фейзобайской группировки, у всех. Красивый город, Фейзобат, как он переводит, прекрасный, красивый город. Ну, по местным меркам он и красивый, яблоки, там, абрикосы растут, зелененькие, и есть. Ну, вот, сегодня вспомнили, как при нас, кто-то из тех, кто в полку служил, прям метрах в двадцать, там, двухстах от нас ночью вырезали, 15 человек застали. Просто откровенно взяли и вырезали. Это были афганцы, ну, какая лица, они охраняли, как бы, нас и город, царантой, блядь, 15 человек за ночь. И много было чего, минометные обстрелы, рейды, там, засады, нападения. Потом прорываются пару зловики, целая группа, там. Ну, в общем, это совсем не рай. Но запомнился он всем надолго. И вот сейчас я спою эту песню. Игорь, Бахарак совершенно мерзая, где вы? А? Бахарак была совершенно мерзая. Пойди, слышь, мы. Все, непроходимо. Бахарак. А, Бахарак, да, ну, я помню там, да, про Бахарак все будет. Бахарак, да. Там батальон стоял в развальных старинной крепости, в этом Бахараке, в горах. Дервый батальон, да. Туда, не 860-го, отдельный мутырилковый полк. Туда трудно было добраться, забраться. Мы туда летали вертолетами. Уже батальон стоял в развальных крепностях, намертво стоял батальон с ихнивыми точками. Но вот, значит, Файзабад. Собственно, в районе Файзабад. Мы в самом Файзабаде жили. Ребята, значит, ну, весь наши друзья боевые. 860-й полк стоял в 10 километрах в долине, в самой середине. Сейчас там сад, кстати. Кто не знает, это сад. Выросли, посадили. Там учебный центр был пересад. А сам Файзабад залез на жалгорожье. Вот тут Коля Канесаровский, он недавно совсем, в прошлом году там был. Что там с Файзабадом на фотографии, видно, что он не узнает. Разметка, дороги асфальтирные. Только постовых не хватает с палочками гаишников там. А так все остановит. Ну, не дороги такие пыль. Ну, не важно. Значит, песня про Файзабад. Файзабад. Тополя-тополя, над кокчую шамят. Убираясь верхушками в небо. Тополя-тополя, над кокчую шамят. Убираясь верхушками в небо. Что столетие, что миг, кровайщиков крик. Так же ехал в горах, повторяю. И верблюды бредут, куда трупы ведут. Меж горбами пуштунок качая. И верблюды бредут, куда трупы ведут. Меж горбами пуштунок качая. Ветний вечер упал на расщелинный скам. Камни песни поют, остывая. И опять до утра, над кокчой трассера, Как сгоревшие звезды мелькают. И опять до утра, над кокчой трассера, Как сгоревшие звезды мелькают. Файзабад, Файзабад. Мой товарищ и брат, мы не зря. Или год подарили. Файзабад, Файзабад, здесь и рай был, и ад. Но таким мы тебя и любили. Файзабад, Файзабад, ты и рай был, и ад. Но таким мы тебя и любили. Прощались мы через год с Файзабадом, почти через год. Песня называется «Прощание с Файзабадом». Оставался он внизу еще долго, вплоть до 89-го года. Оставался в 160-й пол. Оставались наши боевые друзья. Оставался наш шпицер и друг, и комиссар Коля. Комиссар, вот он сидит здесь. Оставался наша собака Крэц, овчатка, которую в 88-м сообщили. Пришлось ее пристрелить, но ей поставили память. На видео. А вот это я. Вот. Потому что уже старый стал, подрю и все. Вот это вот. Кто там написал, Коля? Я знаю, Лёйка Богачук, да? Крэц Калеопатра, да? Да, Лёйка. Крэц и Клеопатра в армлянской борзере. Крэц наша саперницей. Общак был браковкой. Вот. Все осталось там. Но память и душу мы с собой забрали. Я поняла. А в этом городе Иваново, а вон, кстати, вообще. Значит, теперь писали, мы песни уже сидя на чемоданах, на упакованных всего. И трех тонн с половиной боеприпасов, которые мы закрывались, грузили вертолеты, и увозили из Фейзобада в Кундуз. И сдавали по выписи. Ну, а потом еще немножко, потом на Кабулу и потом на Москву. Земля качается, 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 и вертолеты набирают высоту. И мы прощаемся, прощаемся, прощаемся. И Фейзобад едва виднеется внизу. И мы прощаемся, прощаемся, прощаемся. И Фейзобад виднеется внизу. Здесь, ну, вот столько было, столько было нами пройдено, и столько было здесь испытано тревог. А впереди у нас Кабул и дальше Родина, и перекрестки неизведанных дорог. А впереди у нас Кабул и дальше Родина, и перекрестки неизведанных дорог. Здесь только было боевых друзей, товарищей. Мы с ними хлеб и соль делили пополам. Мы вместе шли через засады и пожарища, и дым глотали и бродили по горам. Где б мы не встретились в Европе или в Австралии, мы снова мысленно глянемся назад. Когда на карте на восточном полушарии Отыщем маленький кружочек Фейзобад. Когда на карте на восточном полушарии Отыщем маленький кружочек Фейзобад. Земля качается, 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 и самолет уже теряет высоту. И все качается, когда-нибудь качается, и шереметь его раскинулось внизу. И все качается, когда-нибудь качается, и шереметь его раскинулось внизу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А в 81-м году и так переведенные с оперативной работы кто-то из десантуры пришел Мессажи создавали своем подразумении уникальной и не было И таков не было равным вообще никогда но посчитали, что он опаснее в 91-м отказались штурмовать Белый дом в 91-м и второй отказ отказ в 93-м расстреливать своих потом передали МВД и каскад и выпил кончится На сегодняшний день занимаются борьбой с терроризмом, а так вроде у нас вокруг все друзья заклятые, никого не надо взрывать и уничтожать, нечего. Никто не знает, берут наши собратья там. Мы тоже отказались стрелять и за это поплатились. Процент Серега командовал переговорами в 93-м году со всем этим, с волотой, равношерстной, белым долгом. За это выражал, не договорился, добился, а что приняла их, отдала под вариантом, что их не убьют. Серега процент понятил званий. Каскад был расформирован, подчинили МВД. Последние наши ветераны, которые были на страпочку, потом уже полковниками, после Беслана, для своей чести и совести посчитали, что служить там и уволились. Не они виноваты в тех потерях, которые произошли, не они виноваты в том, чтобы на роду стежно другу. Но не важно, я сейчас пою эту песню. Песня называется всем друзьям нашим из каскадов, из всех. Песня последнего каскадера. Год прошел, закончена работа, и идет среди афганских гор, каскадер четвертого залета, и последний самый каскадер. Без брони идет, без автомата, весь багаж, рюкзак, дать чемодан. Парень из последнего каскада покидает мартовский афган. Парень из последнего каскада покидает мартовский афган. По Кабульскому аэродрому он идет, не чувствуя весны. За четыре тысячи верст от дома и за двести метров от войны. Он почти утрапа оглянется, остановится и на момент отчего-то грустно улыбнется и закурит сигарету Кент. Может, нет для радости причины, может, просто до смерти устал. Смотрит он на горные вершины, средь которых жил и воевал. И когда, прервав минуту эту, дружески махнет ему пилот, Он, щелчком отбросив сигарету, не спеша поднимется на борт. И подрёв турбин родного ила, боевых традиций не забыв. Спорт-механикам по кружке шила, без закуски уйдет за отрыв. Спорт-механикам по кружке шила, знаешь, что такое шило? Спирит авиационный. Без закуски уйдет за отрыв. И уже под мирный гул моторов по дороге к дому и весне Будет спать и видеть сны, которых никогда не видел на войне. Будет спать и видеть сны, которых никогда не видел на войне. Будет в снах тех рейды и засады, БТР дрожащий и горячо. И блокпост, где все его ребята живы и не ранены еще. И блокпост, где все его ребята живы и не ранены еще. Будет в снах у каскадера горы, Весь дымуха и берзкий перевал. Не будите, люди, каскадера, Он свою войну отвоевал. Не будите, люди, каскадера, Он свою войну отвоевал. Вот я как раз на двух братьев. А фиктуру? А фиктуру сейчас, тогда потом едет. Значит, это такая, две длинные песни. Они все про одних и тех же братьев, про одного из них. Значит, она называется «Орден с кулаками», «Старая с «Орден с кулаками», а песня была «Двух братьев». Ну вот, если готовы слушать. Ну ладно, она так. Я братьев-двух когда-то знал, С одним в Афгане воевал. Ходили к черту врага и ведьмам зубы. Стрелять он был большой мастак, С десяти шагов менял пятак. Был по натуре весельчак, Вот с виду грубый. А старший был обществовед, На все вопросы знал ответ. Имел отдельный кабинет, Машину, дачу. Жил то в Париже, то в Москве, Имел семь пеней в голове. Дело даже не в уме, Поймал удачу. И вот, когда, закончив срок, Мы все покинули Восток. Домой вернулись те, Кто смог дойти до цели. Явился к старшему меньшой, Все ж как-никак, а брат родной, Тот накрывает стол большой, Мол, ждал и верил. Нам спиртокопный глотки сжег, А здесь французский коньячок, Икорка, семга, балычок, Язык телячий. И почему-то вспомнил я, Как провожали нас друзья, Чеснок, четыре сухаря И фляжка чачий. И что, я сидел и молча пил, То старший тост провозгласил И выпил из последних сил За тех, кто в горе. И повертев на свет стакан, Сказал, якаю, слышь, братан, Да брось ты свой Афганистан, Он не в фаворе. Пройдет каких-то пара лет, Его забудут, был и нет. Твой автомат и пистолет, Клупцам забава. Иные нынче времена, Другие мерки и цена. Кому нужна твоя война? Ну что, ты права, Бери пример хотя бы с меня. В героях не было я ни дня, А посмотри, Моя семья в шелках и славе, Имею в обществе престиж, Что в Лондон езжу, то в Париж, То в Риме с месяц погостишь, А то в Оттаве. Тут младшего тяжелый взгляд, Его прервал, отстали, брат. Я не политик, я солдат, И мне до дверцы Вся философия твоя И золотая чешуя Гнилых синтенций. Да что ты знаешь о войне? Вы здесь погрязли в барахле, И ножом я тебе-то мне, Как песня вам. Она иного под лица, Вполне хватило бы свинца Неполных девять грамм. Иной до титулов дорос, А как дорос? Еще вопрос. Тут главное по ветру Нос держать умело. А я хотел бы посмотреть, Какие песни станешь петь. Ты там, под обстрелом, Чтоб ты в Европу ездить мог. Дань кровью брал с меня восток. Я больше износил сапог, Чем ты штифлетов. Ты здесь в арабскую кровать, Женой ложился почивать, А там привык на камни спать, Я с пистолетом. Мой брат, мой друг, Не мастер говорить. Умел он с порог трезвым быть, Но вижу, он начал заводить его, Браточек, И друг я увел к себе. Вы избежали не ЧП, Мы с ним бродили по Москве До самой ночи. Какая бы ни была беда, Мы слез не видели никогда. А мин и горькая вода, Бойцу опасна. Друг стиснул зубы, Соль глотал. А что думал он, о чем гадал? Я думал, так же и молчал. Все было ясно. Потом судьба нас развела, И он на север позвала. Меня замучили дела, Работа, дети. А брат его общества нет, В Париж уехал на пяти лет. Вон там большой авторитет, В посольстве третий. АПЛОДИСМЕНТЫ Горячий, связачий с садик, который нас не пускал. Потом наш не угонял, Уже никто не угонял, Тоже денег достали, почку. И обновали. Ну вот как-то и все происходило. Когда, ладно, не буду спать, это надолго, смешно надолго. Но не важно. А тут северение было только у меня. И тот документ прокрытий капитану Галон Роско Мурата. И к ним пришла, мне сказали, капитан, ну зачем же он в морду человек удалил? А это кто? Я говорю, ну вот, а где наносится тут? Ну, договорились, в общем, отпустить. Ну, не важно. У меня документ прокрытий у меня был. Ну вот, начали. Раздрани кулак, сведенный, друг, товарищ. Пусть засветится и малевые рубили. Он тебе наполнит зарево пожарищи И разорванную сталь бари-машины. Он наполнит злое небо четвертака Догорающий на склоне вертолет. Как захлебывалась пятая атака И как тот округ юлёк на пулемёт. Но эти за столом под образами За скатёркой и зелёного сукна Не они тебя на рейды провожали Не они тебе вручали ордена. Знаешь, друг, давай пойдём по ресторанам Так давно ты в ресторанах не бывал. Поглядим, как там куражатся нэпманы Прожигающие частный капитал. Нам отпустят все грехи офицератка И под вопли электрических гитар. Ты расскажешь про обстрелы на Саланге И я тебе про непокорный Кандагар. Кто-то нас объявит жертвами ошибки Кто-то памятник при жизни возведёт Кто-то в спину нам пролает в недобитке А кто-то руку понимающей пожмёт. Помнишь, Пашку, а Валерку из Баграма Оба в восемьдесят первом появляли У Павлухи только старенькая мама А Валерка звал невесту Натали Третий тост не прячь глаза, ведь мы мужчины Ну-ка, девочка, неси ещё вина Звёзды в рюмку по традиции старинной Так на фронте обмывают аргена Третий тост не прячь глаза, ведь мы мужчины Ну-ка, девочка, неси ещё вина Звёзды в рюмку по традиции старинной Так на фронте обмывают аргена Выйдем в полночь, постоим под фонарями У бессонницы забвенья не проси Отвези нас на свидание с друзьями Несговорчивое после такси Эй, шофёр, не уж там мало четвертного Или слишком суровое на вид Ну подбрось нас до посёлка Вострякова Постоять у краснозвёзды пирамид Эй, шофёр, не уж там мало четвертного Или слишком суровое на вид Но подбрось нас до посёлка Вострякова Помолчать о краснозвёзды пирамид Спасибо большое Так, прощайте горы Ой, ну не могу фиксировать Песню этого изуродового Главпура Всё поменял Историю длинную рассказывать не буду Но зачем вот надо Вот мне всегда, ну не говоришь Когда берёшь чужую песню Я не подчинялся Главпуру Мне начать на него было С высокой башни Ни замполитам, ни пропагандистам всяким Я не подчинялся И ни Главпуру, ни в Капуниву, ни в Магадистане Ни здесь в Союзе, никогда Комитет взрыв безопасности Главпур пусть там делает, чего хочет Политработники, политруки По старому комиссару, наплевать Но когда берут песни И меняют слова Чем ты великая держава Друзья, что ты сказал, чья великая держава? Название СССР По неполиткорректных К кому? Главпурру Пошёл он в Зайцу И поменяли, и пошла находить и вродить Чем ты, земля Афганистана Песку пешлёзы матерей Чем земля Афганистана виновата? Мы туда пришли Это не посмотри на нас в этот раз Через Граниту, через Амудары А мы туда пришли Чем они виноваты? Геополитические интересы наши Нам это надо Но вещь интересная И как это вот Ой, блин Ну не могу я не выдержать Возмущение полное Вот это опять отзаразит Долбаный этот Ой, не заразитолбаный Ну не важно Извините Зарайская земля моих предков А вот эти песни 14 февраля Известные песни Многие её знают Это песни Кирсанова Слова отможни Кирсанова Да? Вот эта песня Вспомним, товарищ, мы Афганистан Вспомним, товарищ, вспомним, товарищ, вспомним, дорогой Какого хрена ты поешь Чужую песню Политкорректность Какая политкорректность? Какие мусульмане? Ты вот русский язык знаешь, идиолог Мусульман любой, кто на Русь перся Любой Без национальности ничего Любого звали мусульмане Приложили до 19 века Страна мусульмана Афганистан Ну никуда не покрёшь Потому что там воевали Ну мусульмане они там Ну в Израиле Иудеи живут Тут в Афганистане мусульмане У нас смешанные Там всё это вместе Ну чё-то Политкорректность Дурацкая Так же получилась песня Я сейчас её спою Авторский вариант Нету песни, а другой Покорённых однажды К небесных вершин По ступеням обугленным На землю сходим Под прицельные залпы Наветов и лжи Мы уходим, уходим, уходим Прощайте, горы Вам бедней Чем были мы в строим Страны в краю далёком Пускай не сует однобока А с кабинетной громадей До свидания, Афган Этот призрачный мир Не пристало добро Поминать тебя вроде Но о чём-то Грустит боевой командир Мы уходим, уходим, уходим Прощайте, горы Вам видней Какую цену здесь платили Врага какого не добили Каких оставили друзей Нам вернуться сюда Может быть не дано Сколько нас полегло В этом долгом походе И дела не доделаны Полностью Но мы уходим, уходим, уходим Прощайте, горы Вам бедней В чём наша боль и наша слава Чем ты великая держава И скупишь слёзы матерей Друг спиртовую дозу Дели на троих Столько нас целила В лихом развед своди Третий доз Даже ветер на склонах затих Мы уходим, уходим, уходим Прощайте, горы Вам бедней Что мы имели, что отдали Надежды наши и печали Как уживутся средь людей Биографии наши Полудюжинный строк Социологи в тисну Сейчас они в моде Только разве под властью Науки Восток Мы уходим, уходим, уходим Прощайте, горы Вам бедней Кем были мы в краю далёком Пускай не судят одного Нас кабинетной кромотей Прощайте, горы Вам бедней Кем были мы в краю далёком Пускай не судят одного Нас кабинетной кромотей Пускай не судят одного Нас кабинетной кромотей Давайте мы не с вами А? Значит, что-то на призне песня В восемь-восьмом году Последняя Последняя? Да, когда мы субьем Да, вывод так Я назначал к выводу Просыновение, скорее А? Просыновение Просыновение Не отвлекайтесь временем. Полтора десятилетия даматские счеты четыре острова для Китая. Знаете, да, об этом? Это пехота или мото-пехота. Вообще название воздушная пехота, морская пехота, мото-пехота. В основе лежит самый древний цариц опалия пехоты. И по международному правилу территорию не считает захваченной ты бомби и хоть что делай, пока не ступил на нога пехотинца, древний закон. Мото-пехота. Городом нас зовут мото-пехота. Здесь это товарищи мура. Мото мы в горах до поворота. А за поворотом пехтура. Эх, пехота, матушка пехота. Черт попрал бы этот поворот. Горыш ли была почти что рота. Гор спустили, стал почти что взвод. Где тот камень, что тебя обманет? Где карниз, который подведет? Кто тебя на родине помянет? И какие песни пропоет? Эх, пехота, матушка пехота. Тяжелые погоны на плечах. Горыш ли как будто на работу. Не дай бог вернутся в сынкачах. Эх, пехота, матушка пехота. Ну да, да. Вот она, врачи, врачи и все. Закончен, что повтор только идет. Она не дописана. Никак не могу дописать. Дописана, но я забыл. Ну подожди, а ловеный солдатик. Ладно, понимаешь, что... Николаевич, время уже нет. Сколько времени? Всего нету. Ладно, ловеный солдатик, дети есть. Тут я не вижу, правда, это все. Есть дети, да? Ну, господи, начни спеть. Самый хороший песен есть. Дети есть. Младше 16, лучше что. Ну ладно, ловеный солдатик. До пяти лет. Сынавел с вами, придумал и пьел. Потом смотрел сейчас, как говорили. Господи, начались года такие. Думаю, как же я прав-то был про ловеных солдатиков. Вот. Ловеные солдатики. Просто детская игра. Каждая с мини-автоматикой. И с мини-шашкой генерал. Чат с мини-патериках. За противником в догон. И у мини-офицериков. Мини-ленточки погон. Вот в атаку кем-то двинуты. Оборону провалив. И в коробке танки вынуты. И сходу брошены в прорыв. Ну и еще одно усилие. Он даже конница пошла. Ура! Но тут случилось перемирие. Мать обедать позвала. И на время кошмарное. Примерила две страны. И дождалось поля бренды. Первожданной, первозданной тишины. Ох, вы маршалы, курносые. Вам бы только воевать. Хорошо, что вы игры взрослые. Не случалось вам играть. Тут ни стратегии, ни тактики. Ни теории, ни наук. А лавианные солдатики. Два рубля за десять штук. А уловенные солдатики. Просто детская игра. Но каждый с мини-автоматика. С мини-шашкой генерал. Ну, я не знаю, Юрий. Что, там времени нет уже больше? Уже нет. Шесть часов. А, шесть часов, да. А? А, вот мне какой? Слушайте, иди в колы. Нет. Николаевич. Я такую песню короткую споем. Просил старый товарищ. Петю 345-го прошу десантного полка. С решением Витки. Я ее спою. Я не хотел петь. Ну, вы знаете историю. Рассказывал. Здесь и ребята были. Не смогли сегодня приехать. Там что-то. Ребята из 345-го прошу десантного легендарного полка. Значит, историю рассказать не буду. Кто помнит, знаете. Расскажите другим, значит, ее. Значит, вот такая песня. Она относится. Не надо там 345-й к любому полку. Любому 360-му она относится. Потому что все, что вышло из Афганистана, даже наши боевые предприятия, которые сложились за год войны, они были расформированы. Боялись. Даже с полками поступили, с разведротами, со всеми раскидали, забросали и уничтожили армию. Мы с тобой остались рядовыми 345-го полка. Как мы были молоды в Баграме, как свистели пули у виска, как сверкало знамя, словно пламя 345-го полка. Как сверкало знамя, словно пламя, 345-го полка. От Кабула и до Бамиана лезли мы, покручив облака, сквозь рассветы, рваные, как раны, 345-го полка. Павшие поймут однополчане, мы сегодня выпили слегка, слишком много горя за плечами, 345-го полка. Ну а тех, кто продал нас отныне, нас и все десантные войска, мы их не простим уже во имя 345-го полка. Воевали в дальних заграницах, и в Москву войдем наверняка, как в освобожденную столицу 345-го полка. В русскую священную столицу 345-го полка. Я вот еще хочу раз объявить, спасибо большое, кто пришли, очень вам благодарен за это. Игорь Николаевич, на низримых фронтах не обрадовался. Да не пройдет. Значит, 23-го числа, апреля, творческий вечер, Виктор Горстану. Очень советую прийти тем, кто не видит.